Что такое лента-берус? Переориентируем поверхность. Что такое лента-берус? Надо взять бумажку, склеить концы с перевалком. Склеить концы. Вот этот конец склеить с этим. Да. Склеить вот таким способом. То есть, надо вот это идти сюда, дальше перекрутить и сюда склеить. Я повенился принести сюда ленту. Очень надеюсь, что вы не поленитесь сюда, в отличие от меня. Дома возьмете, отрежете такую ленту и склеите. Только, ребята, в детальном таком языке, который вам нужно. У нас, когда вы возьмете такую ленту-берус, для вот этой точки окрестность будет очевидна не круг, а пол. И это можно проверить экспериментально. Вы просто измеряете, здесь максимальный угол получается 180 градусов. То есть, у вас в остальных точках 360 градусов, а есть одна точка, из которой только 180. Ребята, это лентальный. хорошо, давайте я все-таки тогда пойду в порядок и дойдем, и вы все поймете. Значит, про плоскость рассказывать надеюсь, ничего не надо. Потому что, когда у вас есть плоскость, то точки имеют такой вид абсцисса, ордината, где х это любое вещественное число, у это любое вещественное число, расстояние между точками измеряется по очень понятной форме. Если у вас есть точка с координатами х1, х1, и точка с координатами х2, х2, то расстояние между этими точками это, как вы помните, корень термиха, надо взять разность развести в квадрат, разность ординат развести в квадрат и z вещественное число. Замечательно. Мне эти формы совершенно не понадобятся, я просто к тому, что есть обычная плоскость, про которую есть курс диаметрии с 7 по 9 класс в обязательном порядке в любой школе это учат, а в некоторых школах даже и дальше, и в более старших классах все равно продолжают в самой панометрии учить. Замечательно. Это понятно. Второе. Что такое цилиндр? Вот это уже важно. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Я сейчас объясню, как из плоскости склеить цилиндр. Мне эта картинка понадобится еще в 2 раз. чтобы получить цилиндр, я должен взять на плоскости какую-то прямую, образующую цилиндр. Дальше я должен отложить какой-то отрезок. Вот, давайте, я не такой большой рисую. Провести параллельно потом провести еще параллельно, еще параллельно. и вот эта штука вся это система максимум. Они расположены на одном и том же расстоянии. Все вот эти прямые параллельно друг к другу. Давайте обозначим. L0, L1, L2, L-1, L-2, L-1, L-2. Это понятная абсолютно картина. А вот теперь вопрос, что значит цилиндр? Пока у меня ничего не за что посредством узкости. А цилиндр это значит лучше. Вы должны взять и вот эту прямую склеить с этой. Иногда объясняют так. Лифт ты пользовался? Заходишь в лифт, нажимаешь на кнопку нужного этажа, доехал, вспышно. Да? Представьте себе, что лифт будет мгновенно действующий. надо представлять себе, что эта точка и эта они действительно склеены. То есть расстояние между ними является нулевым. Замечательно. Давайте теперь выяснять как это объяснить по понятию. Потому что когда у вас такая четкая линия разреза и склейки, то возникает на самом деле не цилиндр, а цилиндр с разрезом и склейкой по нему. Видно в каком месте вырезали на самом деле никакой особой линии цилиндра нет. Объясняю почему. Если вы возьмете и сдвинете каждую из этих премида на одно и то же расстояние вправо например, то на самом деле вы получите ту же самую систему полос, которая будет соответствовать другая образующая цилиндра. Можно вообще не говорить ни о каких этих премидах, а сказать следующее. Если вы верите абсолютно о любую кучу против а. и ее переносите это будет у меня называться точка а второе, это будет а минус а, это будет называться точка а минус первое, эта точка будет называться а нулевое, в каждой полосе своя точка, это а первое, то эти точки мы считаем одной и той же точкой. Я понимаю, что многие из вас не слышали еще этого слова, но его очень важно сейчас услышать, называется разбиение на классы эквивалентности на классы эквивалентности или иногда отношения эквивалентности добре энерги rés в в в виде в